Свой отчет Сергей Карабасов начал с основных социально-экономических показателей развития города, отметив, что в экономике Рязани в прошедшем году преобладали позитивные тенденции. Так, индекс промышленного производства составил 101%. Замедлились темпы роста потребительских цен, реальная заработная плата выросла на 3,7%. Также исполняющий обязанности главы администрации отчитался по исполнению бюджета и распределению бюджетных средств, выполнению федеральных и муниципальных программ, таких как формирование современной городской среды, благоустройство города Рязани, охрана окружающей среды и проведению дорожных работ. В 2017 году совместно с Министерством транспорта и автомобильных дорог Рязанской области было отремонтировано 47 объектов уличной дорожной сети Рязани общей протяженностью 36,5 километров. Масштабные работы проведены на Первомайском проспекте, улице Большой, улице Высоковольтной. Самым глобальным стал капитальный ремонт основной транспортной артерии города Куйбовское шоссе, в рамках которого осуществлен вынос изношенной теплотрассы за пределы проезжей части. Это позволит в дальнейшем исключить аварийные и плановые разрытия на дороге. Отдельно Сергей Карабасов остановился на проблеме муниципального предприятия автоколонна 1310, кредиторская задолженность которого на конец прошлого года составляла 231 миллион рублей. По словам Сергея Карабасова, администрация города сделала все, чтобы не допустить остановки деятельности данного предприятия. Однако на сегодняшний день кредиторская задолженность остается высокой, так что вполне возможно в скором времени. По требованию кредиторов будет поставлен вопрос о процедуре банкротства автоколонны. Я полагаю, что будет создана у нас рабочая группа по данной проблеме совместно с Министерством транспорта, автомобильных дорог Рязанской области, города Рязани, представителей депутатов, общественников и мы вместе будем решать эту проблему. Безусловно, те пассажиропотоки, которые нуждаются в городе, в большом транспорте, где необходимо осуществлять перевозку транспортными средствами большой вместимости, будет иметь место быть. По завершении отчета депутаты каждой из фракций задали Сергею Карабасову вопросы, касающиеся ремонта дорог, озеленения и экологии города, а также нехватки мест в детских садах. Конечно, с детьми младшего возраста особый контроль. Хотел сказать, что мы в 2018 году планируем строительство нового детского сада на 220 мест в микрорайоне Кольное, а также пристройки пяти ясельных групп на 380 мест к действующим детским садам. По окончании заседания председатель Рязанской городской думы Владислав Фролов дал оценку представленному отчету. Депутатский корпус дал высокую оценку отчету главы администрации, высокую оценку работы администрации. Однако, как мы всегда замечаем, успокаиваться на этом рано. Необходимо те минусы и те недочеты, которые существуют на сегодняшний день в городе и в части благоустройства, ремонт дорожного покрытия, обязательно устранять и делать это как можно быстрее. Помимо отчета главы администрации на заседание было рассмотрено ряд вопросов. Среди них изменение бюджета города на 2018 год. За счет межбюджетных трансфертов в городскую казну дополнительно поступили свыше 88 миллионов рублей. Из них будут направлены средства на поддержку местных инициатив, обеспечение жильем детей-сирот и молодых семей, а также на проведение ремонтных работ социально значимых объектов. Также на заседании Рязанской городской думы были утверждены изменения в генеральный план города. Они коснулись земельного участка на улице Забайкальской. Территория, расположенная в зоне застройки многоэтажными жилыми домами, переводится в зону городских парков, скверов и бульваров, что позволит находящемуся здесь скверу получить статус официально зеленой зоны. Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город».